Днеполя бизнесменам снова подарили возможность не только презентовать свои передовые разработки, находить новых клиентов, но и получать полезную для дела информацию. Так, сегодня многих руководителей компаний и предприятий остро интересуют меры государственной поддержки бизнеса. У нас всегда происходит какая-то корректировка в услугах, в ассортименте наших, в спектре наших возможностей. И наша задача это рассказать о том, что произошло, какие могут новые виды поддержки получить предприниматели, чем воспользоваться, куда поехать вместе с нами, чтобы представить свою продукцию. Самая востребованная мера поддержки во все времена финансовая и ее в крае оказывают два крупных фонда, общий капитал которых превышает 2 миллиарда рублей. Для сферы сельского хозяйства мы предоставляем кредиты от 1 до 9,5 процентов в зависимости от направления деятельности. Безусловно, мы оказываем поддержку по субсидированию затрат на приобретенное оборудование и сфера сельского хозяйства, сфера аграрного машиностроения. Традиционно являются лидерами по объемам получаемой такой поддержки, поэтому эта работа проводится. Оказывается, помощь и кластерному движению в крае. К слову, на сегодня в регионе существует 5 производственных объединений. Их основная деятельность – продвижение местной продукции и ее презентация под брендом сделана на Алтае. С федеральной точки зрения, вот именно такие вот объединения, они тоже имеют финансовую, маркетинговую помощь и, соответственно, получают ресурс, например, сертификацию. Если предприятие состоит в кластерном объединении, у нее там определенные льготы при сертификации. Например, при выставочных экспозициях для каждого предприятия, входящего в кластере, тоже есть дополнительный балл при субсидировании выставочно-ярмарочных затрат. За один день работы Агрофорума площадку МСП посетили сотни предпринимателей. Для каждого второго сотрудники фонда провели подробную консультацию. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.